Как настроение? Устава, да? Молодец, поспала. Вот им вот этого хватит, чтобы еще немножко продержаться. Не нормально поспали, полтора часа. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расстегнула ширинку. Девчонки рады. Сейчас нужно умываться, руки мыть, кушать, переодеваться и отдыхать. Отдыхать сегодня, наверное, я никуда не пойду. Что ж, что ж. А комнату, номер я завтра вам покажу в следующем уже ролике. Доброе-доброе утро. Сейчас, наверное, часов в 8 утра. Что, Сонечка, что у тебя? Ты давай надевай мои шлепки. Посмотрите, здесь везде в камень. Поэтому ноги бурзнут. В общем, такой бардак. Так. Тебе нравится? Да. Да? Давай не мы откроем. Саша, только аккуратно спускайся. Я вообще боюсь. Тут столько углов. 8 часов 19 минут времени. Давай, спускайся, Саша. Мы готовимся уже к завтраку. Сейчас кашу покушаем. Я посмотрите, это даяла Хматы. Сейчас я поставила чайник. У нас здесь каша девчонкам. Соня у меня тоже вчера ела вот эту кашу. Девчонки хотят на балкон, но как-то, не знаю, нужно попросить прибраться на балконе. Нам неожиданно поменяли, не то, что неожиданно поменяли номер. Мы когда заселялись, попросили, я вижу, попросили номер поменять. То ли из-за этого, то ли, я не знаю, почему. Но здесь был грязный балкон. Саша, там грязно, иди сюда. Ой, кстати, там еще один бассейн. Там бассейн, там причем большой бассейн очень. Смотри, у нас поменьше, да, бассейн? У нас бассейн тоже на крыше. У нас на третьем... Ой, я не помню, на третьем этаже вроде бы у нас бассейн. Ну, бассейн мы вам тоже покажем с подогревом. Девчонки. Все, давайте зайдем, мне что-то прохладненько. Я вот смотрю, каких-то простых вот машин даже и не вижу. Идем кушать. Сейчас чуть-чуть, может, поснимаю, может, получше. Не знаю, возможно, я отсюда уеду килограмм 55 уже. Потому что вот мой завтрак. И... Так, поближе покажем. Много всего. Ну, вот так вот. Приятного аппетита. Здравствуйте, Ку-ку-ку. Я буду встать и ку-ку-какать. Хорошо. Давай, Саня, поставим так аккуратно. Саша, Ку-ку, тут окошко у нас есть. Пойдем. Я такая собакина. Я всегда буду встать, Ку-ку. Я такая заблудливая, ты слышишь, что она говорит. Пап, пап, ты молодец. Саш, Сонь, Тош. Пап, ты хоть видишь, куда мы идем? Вот сюда, вон вход, видишь где? Да. Вот туда пойдем. Соня, здесь бегать ведь нельзя. Ты понимаешь, тут машины, пути. Вы видели когда-нибудь такую широкую дорогу? Посмотрите, сколько здесь полос. Нереально. Просто много. Тебе видно, Сань? Да. А это что такое? Это зной такой? Да. Или это пыль? Ветрено же очень. Бойся. Нет, нет, переступь, стой. Только не падай, ладно? У тебя одежды нет. Потрогай, теплая водителька, да? Теплая, потрогай. А то папу зальет ведь. Папа не снял. Стой. Все. Теплая водителька. Какая-то красивая снялась. Сейчас ты там и что-то в Африке. Ой, вижу, их там вообще целое куча полно, да? Дверь забыли закрыть. Куда пойдем? А почему люди в масках ходят, ты не знаешь? Это мода сейчас такая? Помнишь, в 2003-м была вирус атипичной пневмонии? Вот сейчас в Китае новый вирус. В Китае? Да. Я только забыл, как он называется, коронавирус. А вот ты обращал внимание, что в очень облегающих в России находят супер облегающих. Очень много людей. Ну, не арабки, конечно, но не местные люди. Ну, явно не туристы. Скорее всего, люди, которые приехали работать сюда. А так можно? Если все закрыто, но супер облегающая одежда. Наверное, можно расходят, да? Видимо, да. Я себе привезла какую-то супер закрытую одежду, и у меня нет ничего открытого. Даже сегодня платье надела до колен. Антон говорит, у тебя колени видно. Все, мы как раз вышли. Смотри, куда? Канал. Вау! Вот это классно. Какая кисть, как красиво. Я хочу фотографию здесь. Будешь фотографировать меня? Да. Ресторанчик деревянный, плавучий, двухэтажный. А мы гуляем. Я, честно говоря, даже не знаю. Где-то рядом с отелем нашим. Сонь, ты куда? Соня, пошли. Сейчас наругают тебя. Пойдем за папой. Иди за папой. Ну, полицейский подойдет и скажет, девчонки, вы что тут делаете? Красота, конечно, невероятная. И от ней небоскреба, какие-то высокие здания. Мы идем, идем, идем. А здесь от ней яхты, 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 яхты. Господи же. Вот люди живут, понимаете? Вот где деньги. А тут Антоша тоже снимает. У нас вчера вообще не было сил вечером. Ну, по крайней мере, я вообще была не готова к прогулкам. А сегодня вечером мы решили без прогулки себя не оставить. Нереально просто красиво. И типа сейчас холодно. Смотрите, как я одета в джинсах, в футболке. Хорошо очень. Но ветерок прохладный. Сегодня днем было 26 градусов. Предлагаю Антону идти домой. Не хочет идти домой. Вот, поэтому мы пока гуляем. Вот. Даже не знаю, что рассказать. Ну, довольны мы. Антоша, ты доволен, что мы выбрали именно Дубай? Да, лучше здесь снимать нельзя. Ну, пока мы... Пока меня никто не останавливал. Давай снимай, Соня. И я буду сейчас развиваться. Мы пришли с прогулки. Соня ужасно устала. Антоша с Сашей решили пойти в магазин. Я привезла две пары обуви. Вот кроссовки мои вот эти. Скетчерс, которые. И шин, босоножки вот эти. Все, у меня больше никакой обуви нет. Можете себе представить? Таня приехала на отдых. Где каблуки? У Соньки и то больше. Я ее взяла на пляж вот такие. Типа кроксы. Которые в Фиксе покупала когда-то. Ой, в общем, вот так. Соня там уже развлекается. У нас чуть-чуть. Совсем чуть-чуть бардак, да, Соня? Вау! Сейчас я выйду на балкон. И покажу вам обстановку. Мы сегодня еды купили на 600 рублей. Вы обалдеете, что мы купили на 600 рублей. Вот. Два литра сока. Представляете? Два литра сока. Одну активию. И два йогурта детских. Это 600 рублей. Компота. Компота можно. Давай, мы тебе вот это. Вот так вот у нас еда. Что-что. Обзор покупок продуктов из Дубая я еще не делала. Антонша у меня забежал в магазин сейчас. Ну, честно, мы сейчас покупаем все только супер необходимое. Потому что мы специально купили тур, в котором есть уже оплачена еда. Мы выбрали завтраки и либо обед, либо ужин на наш выбор. Мы можем третий хоть на обед, хоть на ужин. И круто, конечно, что у нас шведский стол. Но цены здесь, знаете, но мы живем в таком самом богатом, по-моему, районе. В самом крутом районе. Поэтому цены здесь, конечно, заоблачные. Знаете, наверное, где-то в среднем в 2,5-3 раза дороже все продукты. Да и не только продукты. Антон купил мочалку. Где эта мочалка? Мочалка осталась. Ну, короче, самая обычная мочалка. Мы с тобой забудем привезти. Я не знаю, как я так могла. Такая вся прям экономная-экономная, продуманная. Столько всего нужного я не взяла. И столько всего я забыла. Звуки такие, потому что я сижу на балконе. И Антоша все купил на 40 дирхам. 1 дирхам равен 17, по-моему, рублей. Мочалка, блин, 170 рублей. Самая-самая простая, понимаете, которая стоит у нас в городе 25 рублей в фикс прайсе можно купить. Блин, тут вспомнишь про фикс прайс. Египетскую вот такую клубнику купил Антон. Ну, я не знаю. Надеюсь, она нормальная. Я вам потом просто чек покажу, наверное. Хотя нет, давайте будем уж все рассматривать. А, всего 7 дирхам стоит. Ну, 7. Ну, кстати, не супер дорого. Бананы. Фрукты, конечно, здесь очень вкусные. Вот особенно арбузы. Сладкие и дыня сладкая. Бананы. Вот такой вот йогурт. Для детей мы покупаем и Соне даем, и Саше даем. Потому что здесь нарисован был ребенок. Поэтому я купила. Потому что в детском питании ничего конкретно. В детском питании мы не нашли творог. Вот поэтому покупаем Соне и Саше вот такие вот йогурты. Бананы стоят 4 дирхамы. Йогурты стоят один йогурт 4,50. Другой йогурт 5,25. Вот. И как бы, в принципе, все. Мочалка. Спасибо. Антон мне решил помочь с моим обзором. Вот прям полноценный обзор. Ну, придется эту мочалку, наверное, вести к себе в Россию. Как такую долгую память. Вот. Та самая мочалка. И вот, представляете, это все покупки на 40, на 40 дирхам. Мы знали, что здесь будет дорого. Что кушать здесь дорого. И мы уже смотрели до симы. Антоша смотрел, читал, что пообедать на одного человека, но в среднем в этом районе, где-то 4 тысячи рублей. Это так нормально, просто пообедать. Это не выпить там, не без бокала вина. Просто пообедать. Поэтому мы в этом убедились. Действительно, пока в кафешки не заходили, но мы посмотрели меню ресторана нашего. Ну, знаете, не скромные цены, не скромные. Вот. Я уже начинаю мерзнуть. Давайте я вам покажу вообще, где я сижу. Вот. Такой вот балкон. Детей надо сейчас кормить и готовиться ко сну. Меня закрыл Антон, блин. Привет, девчонки. Я сегодня в новой квартире. В новой квартире. Ты думаешь, это наша новая квартира? Да, такую бы мы не потянули. Кукутиков смотрим, потому что здесь есть YouTube. Вообще, на самом деле, оснащение здоровское, очень классное. И освещение очень хорошее. И кровать такая, King Science очень большая. Так, что нужно делать? Клубнику мыть, кушать и ложиться спать, потому что уже довольно поздно. Вот так вот. Пока-пока.